Рейтинг водителей по знакам зодиака. На дороге, как и в жизни, кому-то сопутствует удача, а кто-то становится заложником своих же предрассудков. Причины невезения у всех индивидуальные и чаще всего связаны с особенностями характера. Кого-то красный свет провоцирует на действие, а для кого-то зеленый – это лишний повод быть осторожным. Специальные исследования доказали, что зодиакальное влияние отражается даже на манере вождения. От слов к делу, пора ознакомиться с этим списком водителей. Двенадцатое место весы. Весьма запутанная в своих решениях личность. Находясь в поиске баланса, весы часто тормозятся своими решениями. В условиях динамичного трафика такое поведение явно не идет им на пользу. Грубо говоря, час пик на дороге для них становится сущим адом. Они предпочитают продвигаться вперед с упорством танковой дивизии и бесстрастным вежливым выражением лица. Одиннадцатое место водолей. Водители этого знака неровно дышат к скорости. Они никогда не упустят возможности нажать педаль газа посильнее. В их случае остается только тщательно следить, чтобы у машины было прочное сцепление, а у пассажира – заветный бумажный пакет. Присутствие хорошей стереосистемы лишь добавляет очарования и драйва путешествию за рулем. Если водолею негде разбежаться, он начинает скучать и перебирается на заднее сиденье своей самой крутой последней марки авто. Десятое место Овен. Это водители-эгоисты. Никого не пропустят, никогда не признают своей вины. Не зря их символом является самый упрямый и сильный зверь. Они хотят всегда и везде быть первыми, вне зависимости от ситуации на дороге. Такое поведение напоминает неугомонных детей, и оно отнюдь не идет на пользу водителю. Девятое место Рыбы. Кажется, что люди этого знака водят не машину, а едут верхом на единороге. Настолько сильно они погружены в своей фантазии. Однако им необходимо возвращаться в реальность каждый раз, когда заводится мотор автомобиля, иначе они рискуют быть жестко вырванными из волшебного мира другими водителями. Восьмое место Скорпион. Одни из самых дерзких водителей. Их инстинкт настолько сильно развит, что в любой ситуации им необходимо брать все и сразу. Агрессивный стиль вождения для них норма. Если вы случайно вторглись в его пространство, то ждите незамедлительной реакции от Скорпиона. Седьмое место Телец. Красный свет для тельцов все равно, что красная тряпка для быка. Он провоцирует их на действие вместо того, чтобы остановить. Эти водители борются с желанием превысить скорость. На дороге они упрямы и не считаются с другими водителями. Они хорошо себя чувствуют на заднем сидении роскошного лимузина, за рулем которого сидит вышкаленный молчаливый водитель. Шестое место Стрелец. Из всех любителей скорости Стрельцы, пожалуй, единственные знают, как с ней обращаться. Они отдают себе отчет в своем стремлении к экстрему, водят быстро и вряд ли будут создавать опасные ситуации. Единственное, что может испортить идеальную картину – пустая болтовня. Стрельцам стоит сдерживать свою тягу к разговорам за рулем. Пятое место Козерог. Козерогам свойственно движение только вперед. Именно поэтому их интересует только конечная точка маршрута, но никак не сам путь. Иными словами, правила дорожного движения созданы для кого-то другого, а не для них. У козерогов одна цель – быстрее добраться до пункта назначения любыми способами. Они могут бросить машину на перехватывающей парковке у метро и пересесть в трамвай, но потратят самое оптимальное время в поездке с максимальным комфортом из всех возможных вариантов. Четвертое место Дева. Самые скрупулезные водители. Уделяют внимание всем деталям и порой даже слишком аккуратны на дороге. Предпочитают притормаживать в любой ситуации, мысленно разархивировав файлы памяти ПДД. К каждой дорожной ситуации пытаются применить несколько правил сразу. Дотошные и пугливые в общении с дорожной полицией предпочитают полное страхование. Третье место Рак. Для раков автомобиль – это в своем роде дом, а потому все попутчики становятся частью семьи. Но в каждом доме бывает кто-то в плохом настроении. У водителей раков это проявляется в желании бесполезно сигналить всем подряд. В целом они соблюдают этику и контролируют себя за рулем. Выдержка и терпение являются главным достоинством настоящего рака. Второе место Близнецы. Уникальные люди, которые могут выполнять несколько задач сразу. За рулем они становятся неуязвимыми. Могут вести машину и одновременно пить, читать газету, краситься. Пока одна часть Близнецов ведет автомобиль, другая часть берет на себя роль второго пилота. За рулем Близнецы могут находить блестящее решение жизненных гамбитов. Им хорошо думаются на скорости. При этом вождение осуществляется автопилотом в закоуках мозга и точных траекториях. Первое место Лев. Львы получают звание самых лучших водителей просто потому, что они во всем самое-самое. Что уж там, а не цари дорог. Щедрые и внимательные ко всем, они приносят ощущение комфорта, вальяжно и неторопливо сгоняя вас с дороги грациозным кортежем мотоциклистов. Поскольку их эго нет предела, то их стремление быть лучшими на дороге играет им на руку. В последнее время Львы все чаще освобождают автомобильные трассы, бросая автомобили на перехватывающих парковках и пересаживаясь в вертолет.